Валидол, корвалол, настойка пустырника. К марту цены на ряд самых распространенных лекарств выросли более чем в два раза. Российский фармацевтический рынок крайне зависим от курса валют. 75% ассортимента аптек – зарубежные препараты. Еще четверть изготавливается на отечественных заводах. Однако 90% компонентов большинства лекарств – импортные. К сожалению, ситуация к моменту, создавшемуся сейчас, такова, что особенно в части серьезных заболеваний, орфанных, не может Российская Федерация сегодня поставить в ближайшее время и заменить эти лекарства. Теперь третий россиян необходимые препараты все чаще бывают не по карману. Таковы итоги последнего исследования в ЦИО. При этом для половины жителей России прием медикаментов – процедура регулярная. Я вот как жесткий аллергик могу сказать, что на лекарства очень подорожали таблетки, и тем людям, которые они нужны постоянно, это получается очень сильно затратно. Допустим, я покупал лекарства, тут мне как бы ноги болят, но я от них отказался, потому что приходится терпеть там разные свои, там, и тирание какое сделать, там, спиртное. От лекарств приходится отказаться, потому что еле-еле хватает, чтобы была душа в теле, чтобы прокормиться так. Когда ребенок болеет, приходится идти в аптеку и уже спрашиваешь, раньше брал лекарства, какие надо, не спрашивая цену. По прогнозам экспертов, к концу этого года цены на лекарства могут взлететь еще на 20%. Продолжение следует...